В рамках рабочего визита в районный центр министр здравоохранения Республики Адыгея Рустеми Ритуков провел прием граждан в администрации района. Прием граждан с выходом в районы максимально приближено к людям. Мы раньше такое практиковали, но после ковида, вот впервые мы его возобновили, я получил несколько обращений в соцсетях, когда люди просят. У меня еженедельно идет прием граждан в кабинете, но не все могут добраться и для большего удобства людей, вот решили возобновить такие приемы, периодически это будем делать. График будет составлен и по всем районам в определенный день, если есть вопросы ко мне, люди могут записаться и прийти на прием. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, включая установление инвалидности, госпитализацию, лекарственное обеспечение и медицинские осмотры. Рустем Батырбевич детально рассмотрел каждую проблему и постарался найти решение для каждого гражданина. В основном это касается лекарственного обеспечения, доступности медицинской помощи, отсутствия узких специалистов. Когда кардиолог уходит в декрет или увольняется для района, это прямо глобальная проблема возникает и мы ищем пути решения этих вопросов. В заключении встречи министр здравоохранения прокомментировал итоги мероприятия и отметил проблемные моменты, существующие не только в данном районе, но и по всей республике. Одной из таких проблем является нехватка медицинских кадров. Дефицит специалистов, он есть не только в Кашхабльском районе, в других районах. Все меры социальной поддержки для привлечения специалистов, они есть, остаются, это и программа «Земский доктор», это и меры социальной поддержки, компенсация первичного взноса при ипотеке, строительство жилья по программе КРС, это приобретение жилья для дефицитных специальностей. В прошлом году Кашхабльский район приобрел две квартиры для медицинских работников. Не каждый район себе может такое позволить, но глава района принял такое решение, всегда у нас поддерживает. И сейчас, если есть какие-то специалисты, которые готовы переехать в Кашхабльский район, он подтверждает, что готов поддержать. И совет народных депутатов, и администрация, они всегда рядом и вместе с ними работают. Чтобы оперативно, вот сейчас каким-то образом решить проблему с кардиологами, решили наладить телемедицинские консультации. То есть, если терапевт принимает решение, что необходима консультация кардиолога, а это именно терапевт принимает. Не сам больной считает, дай-ка я пойду к кардиологу. К таким специалистам, как к неврологу, к кардиологу и многие другие, можно попасть только через терапевта. Осмотр терапевта, снимается кардиограмма, если есть в чем-то сомнения, то назначают консультацию кардиологу. И вот кардиолог в настоящий момент, такая техническая возможность есть, может проконсультировать дистанционно. То есть, находясь в Майкопе, мы связываемся. В медицинской информационной системе это позволяет делать. Кстати, это оплачиваемая услуга, это не бесплатно. Больной сидит рядом с доктором, на связь выходит кардиолог, опрашивает. Если надо, какие-то дополнительные вопросы задает, анализы смотрит и корректирует лечение. В случае, если в чем-то есть сомнения, приглашают на госпитализацию уже очную. А так, это уже практика, которой мы широко пользуемся. Вот такой выход пока мы видим. Задавали вопросы по эндокринологу. Почему приходится ездить в Курганецк, почему у нас нет эндокринолога. Эндокринолог есть, но некоторые обследования, в частности гормоны щитовидной железы, в районе не делались. Но в ближайшее время они будут делаться в районе. Закуплено оборудование, реактивы, и они эти анализы начнут делать. Были многие другие вопросы, что построили новую красивую врачебную амбулаторию, но есть проблемы с благоустройством. Вода где-то задерживается при входе и так далее. Задавали вопрос, в Игорухай сломался санитарный транспорт и так далее. Много вопросов, которые мы можем сходу решить, но будем стараться. К каждому вопросу будем подходить индивидуально, ни одного человека без помощи не оставим. Благодаря проведенному приему граждан и детальному анализу проблем, министр смог выявить ключевые моменты и предпринять соответствующие меры для их решения.